14-й Пекинский международный кинофестиваль завершает свою работу. В его рамках состоялись более 100 мероприятий, в том числе мастер-класс известного сербского режиссёра Эмира Кустурицы. На встрече побывали и наши корреспонденты. Общаться с любимым режиссёром – это мечта каждого гиномана. На сегодняшнем мастер-классе Эмира Кустурицы присутствовало множество его поклонников и профессионалов киноиндустрии. Гости хотели бы слушать рассказ от первого лица. Как создаются уникальные кордины мастера, какие смыслы и ценности он вкладывает в своё творчество и через какие приёмы их транслирует. Во время беседы со зрителями Кустурица просто и без прикрас рассказал о своём почти полувековом творческом пути. Режиссёр отметил, что ему очень повезло, что он смог представить свой личный опыт и историю своей страны через искусство. На пекинском фестивале Кустурицы особая роль. Он председатель жюри главной премии «Тензан». Обсуждая сюжет и режиссуру китайских фильмов, вошедших в «Доблист», он дал им свою оценку. Фильмы, которые я посмотрел, высокого качества. Я был рад увидеть несколько очень интересных и по-настоящему сильных китайских историй. Когда мы обсуждали кинокартины с международным жюри, дискуссия была очень живой и непринуждённой. Мы согласились с большинством поставленных вопросов. Пришли к выводу, что китайское мировое кино быстро меняется в сторону большей дифференциации и разнообразия тем. В мастер-классе также приняли участие известные китайские деятели культуры, режиссёр Хон Зин Син и писатель Юхуа. Будучи старым другом Кустурица, Юхуа был рад его увидеть в Пекине и услышать рассказ о том, с чем мастеру приходилось сталкиваться на съёмочной площадке и как он добивался нужных результатов. Я посмотрел все его фильмы, которые мне удалось найти, и они доставили мне огромное удовольствие. Думаю, что если бы мне нужно было бы дать комментарий о творчестве Кустурицы, я бы сказал, что оно соответствует сегодняшней теме фестиваля «Национальный эпоса духовное чудо». Фильмы Кустурицы – это действительно своего рода духовное чудо. Многим пришлось старание занимать места в очереди, чтобы попасть на мероприятие. Среди самых заинтересованных зрителей – студенты-киноветы. Для них сербский режиссёр, которому в этом году исполняется 70, – суперзвезда. За его плечами две золотые пальмовые ветки Каннского фестиваля, другие не менее значимые геннонократы. Талантам Кустурицы можно позавидовать. Он не только режиссёр, но и музыкант. Объездил Балмира вместе с группой, исполняющей фок-рок на болганские модилы. Кустурица теперь мой любимый режиссёр. О нём я узнала только в прошлом году, посмотрев фильм «Время цыган». Тогда мне очень понравились некоторые сюрреалистические темы в фильме, а также его глубокие чувства к своей родине. Сегодня я пришла на этот мастер-класс, чтобы встретиться со звездой. К тому же я хочу услышать от первого лица рассказ о том, как режиссёру удалось найти свой характерный творческий почерк. Всё это, надеюсь, поможет мне в выбранной профессии. В рамках Пекинского международного кинофестиваля в этом году прошло три мастер-класса. Кроме Амира Кустурицы, секретами мастерства поделились и китайские режиссёры. Эти мероприятия расширили творческие омены между специалистами мировой киноиндустрии и сблизили зрителей из разных стран. Кин蒙, Тиан Хао, CGTN.